Стоит начать с коллагена. Привет, друзья! Досмотрите это видео до конца. Процесс увядания кожи можно приостановить с помощью проверенных способов. С возрастом кожа становится сухой, появляются морщины и пигментные пятна. Вы в силах замедлить этот процесс. Для этого нужно скорректировать рацион. Чем старше мы становимся, тем сложнее поддерживать кожу в тонусе. Она становится суще, появляются первые морщинки. Лицо уже не выглядит таким свежим и гладким. Безусловно, любые возрастные изменения это нормально. Их никому не удастся избежать. Но вы в силах сделать так, чтобы они замедлились. Большинство неприятных изменений на коже появляются из-за процесса гликации. Он как раз и виноват в ускоренном старении. Гликация возникает при нарушении питания и особенно усиливается после 35 лет. Как это происходит? Здесь стоит начать с коллагена. Белка, который по своей структуре похож на спираль. Такая форма позволяет ему растягиваться, придавая коже упругость, наполненность и красоту. Избыток сахара в крови делает ее похожей на сахарный сироп. Белковые структуры, например, гемоглобин, засахариваются и слепаются. Их работа нарушается. Коллаген при соединении с сахаром меняет свою структуру. И некогда подвижная пружина превращается в негнущую палку, снижая упругость кожи. Помимо гемоглобина в крови есть транспортные белки. Они переносят питательные вещества, в которых нуждается каждая клетка тела. В том числе и клетки кожи. Сахар воздействует и на стенки сосудов, делая их хрупкими. Они трескаются и доносят пищу клеткам кожи. Становится все труднее. Без должного питания кожи процессы восстановления замедляются, а ее старение ускоряется. Молодильная специя. Помочь остановить эти неприятные процессы может розмарин. Дело в том, что розмарин это дегликант. Поэтому добавляйте эту специю в блюдо. Например, при запекании мяса или рыбы. Также можно пить чай с розмарином. Роль дегликанта выполняет розмариновая кислота. Ее биологическая активность проявляется в противовирусном, антибактериальном, противовоспалительном и антиоксидантном свойствах. Кстати, розмариновая кислота в заметных количествах содержится не только в розмарине, но и в других известных травах. Шалфеи, перечной мяти, душице, орегано и тимьяне. Кроме того, розмарин еще оказывает и благоприятное воздействие на печень. Он богат полезными полифенолами, благодаря которым печень лучше работает и быстрее восстанавливается. Если вы хотите включить розмарин или другие специи в свой рацион, то можно не только добавлять их в еду, но и в воду для питья. Смешать их можно с яблоками, чтобы получить не только полезный, но и вкусный напиток. Стоит выбирать небольшие кислые яблоки. Их предварительно очищают, добавляют к ним половину чайной ложки натертого имбирного корня. Молотые корицы и тщательно перемешивают. Смесь соливает литром воды 90 градусов, настаивая как чай. Для усиления аромата можно добавить свежие листики базилика или розмарина. Затем воду нужно отсудить, убрать в холодильник и дать настояться примерно 3 часа. Перед тем, как пить, воду нужно процедить и добавить в нее несколько долек свежего яблока. Полезно пить такой настой натощак. Что еще помогает дольше сохранять молодость? Так это здоровье и стройная фигура. Из-за лишнего веса могут развиться серьезные болезни. Главная угроза ожирения – метаболический синдром. Он включает повышение уровня глюкозы в крови. Вплоть до развития диабета второго типа. Артериального давления, снижение уровня хорошего и повышение уровня плохого холестерина. Также у таких людей часто возникают проблемы с суставами. У четверти из них в течение жизни развивается остеоартрит. Чаще появляются онкологические заболевания. У мужчин снижается уровень тестостерона. А у женщин с ожирением могут возникнуть гинекологические проблемы и снизится способность к зачатию. А также повышаются риски осложнений во время беременности. Спасибо за внимание. Поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Продолжение следует... Продолжение следует...